поэтому я не сторонник школ общеобразовательных к сожалению сейчас современным я сторонник секций кружков всяких воскресных церковных школ сторонник и сторонник домашнего образования чтобы детей не портить детям мозги психику от неправильного нежелательного общения почему раньше такого не было потому что раньше в школах было очень две вещи которые были в школе раньше первое однополое образование не разрушил не разрушала психику детям потому что когда дети пересекаются мальчики с девочками после полового созревания у них начинается психоз то есть вот это вот вот это вот состояние но родители удивляются почему моя девочка озверела почему она там юбки какие-то рваные носит почему она как бы курить там или еще что-то это результат контакта с мальчиками почему мальчик там гребешком волосы носит там прокалывает себе все что можно проколоть это результат контакта с девочками они не могут самовыражаться как мужчина вот пальчик он же не может показать что он как бы хорошую работу имеет там да он чем богат тем и рад потом можете прокалывать нос допустим прокалывает то что больше ничего не может она же как-то выделяться и девочка тоже самое она же не может какой-то красивый дорогой платье одеть но рваная может одеть вот она и рваная девать чтобы как-то отличаться от других девочек вот и вся система и у родителей капец как тяжело вот с такими детьми причина осквернения вот это половое это такое глубокое знание трудно достижимое люди не понимают что значит осквернение но мальчики когда воспитываются вместе с мальчиками чистая среда они хорошими вырастают людьми а с девочкой женщины встречаются когда его психика уже созрела она способна переваривать женскую энергию когда наступает половое созревание у человека появляется очень сильная зависимость тяжелая болезненная зависимость от противоположного пола и это зависимость вызывает психики грезы страдания человек мучается он не знает чем дел особенно если еще на мозги капает это все понимаете постоянно где-то только после 17 18 лет ребенок реально крепнет психически рядом с противоположным полом и способен как-то выдержать эту энергию у детей вот после полового созревания вот эта энергия половая она просто зашкаливает настолько сильно она идет мощно что дети они у них нет силы воли и разум еще не разу и они просто с ума сходят от этого все понимаете поэтому зрение культуре мы говорим аборигены жили да это мы аборигены понимать они знали все как надо делать правильно они дети девочка воспитывали отдельно мальчиков отдельно мы они могли сначала вместе воспитывать до там 8 9 лет а потом разделяли детей потому что нужно было защита от этого влияния вот это вот институт благородных девиц там до мужская гимназия до мужчин как воинов воспитывали как таких сильных а девочек как нежных ласковых это институт благородных девиц до еще сто лет назад был на руси там 120 можно самим искусственно это делать то есть девочек вместе собирать и учить вместе мальчиков вместе делать такое образование если не получается ничего страшного значит ребенок будет каблучить потерпите если он у вас вот так себя ведет вызывающий в таком возрасте 12 13 14 15 лет значит надо просто терпеть вы с ним ничего не сделать и у них него шквал идет из-за того что он себя не контролирует вот если в меня сейчас попу иголочку сувать я буду лекцию человек выдумать олег иначе какой-то злой человек просто мне в попу иголочку сует тихоньку незаметно а я читаю лекцию злым человеком стал почему потому что есть энергии которые не могу ничего сделать и нам не делать больно так и дети тоже они не злые становятся они просто не могут контролировать себя и захватывают вот этой энергии разрушительно энергии противоположного пола